Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Сатарян, и сегодня будет интереснейший выпуск, потому что мы вместе с Мбатом возьмем сап-доски и отправимся в поиски стаи дельфинов. Это какая-то нереальная мечта, плавать на сапе и попасть в стаю дельфинов. Мне почему-то кажется, что это просто невозможно сделать, но вы чуть попозже все увидите, вообще возможно это или невозможно. Ну и по пути мы расскажем все, как это происходит, где брать, сколько стоит, гидрокостюм, не гидрокостюм, температура воды, возможно покупаемся в море. Короче, выпуск должен быть очень интересный, поддерживайте его лайком, пишите комментарии и погнали! Так, мы сейчас находимся на сурфе, вот за этом здание, площадка, где мы обычно с детьми. Сейчас мы двигаемся на прокат сурфов, попробуем взять, если у нас получится. Морюшко холодное, 11 градусов нам должны дать гидрокостюмы, но это не точно. Но без них мы, конечно, не поплывем. Так, где-то тут они... Тара-та-та-та-тан. Где они? Нет. А где сурф не подскажете? Они съехали. А куда? В общем, выпуск, как всегда, не может быть без приключений. Здесь ребята почему-то съехали, которые работали тут не один год. Не знаю почему. Мы сейчас отправляемся дальше на поиски. Вот так вот год готовились вместе с самбатом, и в итоге у нас почему-то не получается. Ну, пойдем на поиски. Мы нашли возле ресторана Мора Амора единственный прокат. Здесь такой классный вход на пляж, неоднократно его показывал. Ну, а вот непосредственно сами прокаты. Гидрики вроде есть. Посмотрим, главное, чтобы подошло по размерам. Приветствую. А сапы? Да, тысяча рублей час. Тысяча час? Час будем кататься? Да, 500 рублей доска, 500 рублей гидрокостюм. Размеры? Размеры есть абсолютно вообще. Что, ага? Берем. На карту, по карте. В общем, мы сейчас отправляемся переодеваться. Пару минут. И доску там надо нам будет брать, или там только гидрики? Не понимаете, там только переодеться. Ага. Можете с собой вещи взять, потом 10 скинуть. Если не хватит, то будет все доски. Ага. Можно так. А, я сначала... Так, это, в общем, еще раз, это 500 в час доска, да? Угу. Ага. И 500 гидрик. 200 сумка. Гидрообор, да. Ага. А что случилось с вашими друзьями, которые там были? На сурфе? Да. Их выгнали, что ли? Соседи, в смысле, где фиолетовые кухни? Нет. Нет. Сурф, который, где Магеллан, туда, ближе границы. Ну, они не работают зимой в таком режиме? Летом работают все. Нет, их все, они закрылись. Мы сейчас подходили, они сказали, они съехали. А вы не учились? Не знаете. Не поделили кляж. Вот, я тоже так думаю. У меня тоже такая была версия, что там бридж, походу, там. В этом году... Пустил кляжник. Еще один отель. Ага. Получается, вот там лежит Сучекарка. А там раньше очень широкий выход. Горю, дорожка, махатчики. Ага. Сейчас там стройка. Да, да. Поток людей как бы стал меньше за счет этого, за счет того, что магазины проводят. И все, кто работал там, понимают, что лучше работать будет здесь. Потому что там просто люди не будут ходить. Вот, это видео я там снимал со стройки. Посмотрите, оно прям залетело очень хорошо. Всем будет полезно. Мам аренду и здесь все, когда стоят, когда стоят, когда стоят. Не-не-не-не-не, все понятно. Мы почти оделись. Вот так мы, короче, нарядились. Ботинки. Гидрик. Ну, без шлемов уже, короче, лето, да? Поплывем без шлемов. Ну, посмотрим. Погнали. Так, все, мы сейчас проходим инструктаж. Нам надевают такие вот жилеты. Это желе специально для доски, чтобы доска не утонула. То есть нам не нужно, а вот доске обязательно надо. Правильно же, да? Мало ли доска утонет. Мы переживаем за ней. Под резинкой, когда не пройдем, когда заходим, подхватывайте за ручку и подмышку. Заносите доску. Чуть выше колена в воду, чтобы плавник ко мне не касался. Сразу же на коленях располагаетесь, отталкиваетесь. Все, мы гребем рисунком к себе. Гребем на вытянутых руках, подгребаем под доску. Лопец полностью в воду. То есть, ну, если грести, как на байдарке, она ведь постоянно влезет. Да. Там и трамп можно по борту скользить. И на вытянутых руках обязательно. Иначе с согнуть в локоть получится, что мы просто гладим воду. Ну да. На элегантный носок перекладываем руки. Ну, по необходимости. По управлению все, как на лодке. От носа в сторону, по поверхности. Либо разворачиваемся на месте от себя. Притормаживаем так же. Втыкаем воду, один раз проводим. Когда готовы вставать, лежим в кулаках, опираемся. Ноги на ширине плеч, в центре, там где эта ручка. На всю стопу полностью. Привстаем и сразу начинаем грести. То есть, что идет в воду, перехватываем. Ноги широко не ставьте, иначе в досках ходить ничего. На ширине плеч. Пойдет дисбаланс. Вот. За ручку вперед не заступаем. На уровне, либо назад. Прогребаем точно так же руки прямые. И старайтесь давить на весло. Навегать на него. Вода вязкая, а весло за него цепляется. То есть, чувствуете терять ревновесие. Огребаются. Веска тоже не вскакивает. Плечи всегда вперед. Чтобы если уходит волна, потеряем ревновесие. Пусть опустите себе колени. Либо присесть. Не вставайте на весло, чтобы стараться. Так, аккуратно. Так, ну все. Мы, короче, снарядились. Бат, ты готов? Да, я готов. Так, ну все. Нам, короче, провели инструктаж. Вот. Я надеюсь, вы все слышали. Сейчас пойдем плавать. Самое сложное сейчас зайти, наверное. Все, мы, короче, пошли. Главное, не потерять камеру. Ребята, ну что, сезон очень близкий. Я очень хочу вам показать те изменения, которые сейчас у нас происходят на берегу в Эмиритинке. Давайте посмотрим. Итак, мы сейчас находимся возле ресторана Amore Amore. Здесь ихний пляж. У них очень красивый заход. Именно у них мы взяли сапдоски. Если что, вот обращайтесь. У них, значит, красная зона кресел. Кстати, спрашивали многие про кресла. Сейчас 200 рублей в час. Было подешевле, по-моему, 150. Ну, к сезону, я не знаю. Возможно, и ценники поднимут. Посмотрите, как у нас много людей. Сегодня, ну, наладилась погода. Завтра вроде опять будут дождики. И будет людей, конечно же, меньше. Из изменений на пляже, друзья, на Рэдисоне. Это пляж, кстати, да? Рэдисон, я не сказал. Вот их не сам отель. А вот сам пляж. Вот эта территория, это тоже все Рэдисоновская. Вы можете видеть первое изменение. Это сделали теневой навес. В очень красивом стиле. Сделан красиво. Зимой не было вот этих вот. Вот этого, короче, этого ряда и вот этого ряда. Получается третий, четвертый ряд. Этих балок не было. Оставались только балки первые и вторые. Вот, все убиралось. Завезли еще больше песка. Его разровняли. Сейчас они устанавливают вот бунгалы. Поставили уже бунгалы, покрасили. Все пока в ленточке. Но люди туда все равно проходят. Сидят там и работа кипит полным ходом. Немножко сюда за пределы выкатились, да? Может быть, здесь дополнительно что-то насыпят. Может быть, оставят прям так. Я много раз уже говорил, что здесь будут установлены лежаки. Они, конечно, будут платные. Вот, видите, там ребята работают, красят все это дело. Вот. И все готовится к сезону. Также принесли, привезли зеленые настилы, вот такие газоны. Все это будет очень великолепно смотреться летом. Откроют центральный заход. Также продолжается, да, обустройство. Именно вешают эти вот навесы. То есть, вот эту половину уже полностью заделали. А вон ту еще нет. То есть, да, так сказать, все-все в процессе. Вот такие чаши белые завезли. И в них будут устанавливаться пальмы, которые стоят в горшках черных. Уже установили детскую площадочку. Но пока на нее, конечно, вход запрещен. Она обтянута вся лентами. Но так же, как и, в принципе, весь пляж. Вот такие тканевые рулоны. Чтобы песок, видимо, не уходил. Их раскатывают. И сверху уже новенький песочек. Раньше здесь была такая огромная куча песка. Мы приходили и играли здесь постоянно. Дитвора играла. Было очень интересно. Вот так вот это все выглядит. Вот. Ну и людей, да. Много, много, много. Так, наша задача сейчас отплыть от берега, потому что здесь вот прям идет такая волна. Ребята, я не знаю, как вам видно, но по мне так вам должно быть видно. Еще и брызги. Ну, красота же. Крутяк, слушай, у меня в ботинке вода сразу налилась. Но тепло. Ну, да, давай, вот так вот. Что, говоришь? Надо вставать. Ну, все, вообще здесь прям волна такая. Так, спокойно. Так, ребята, мы сейчас только что постояли. Я сел, чтобы безопасно снимать. Самбат стоит. Посмотрите, какие тут виды открываются. Олимпийский парк, богатырь, вся береговая линия, горы. Просто вид нереальный. Да, конечно, если вы приезжаете отдохнуть в Сочи, нужно обязательно попробовать покататься на этой интересной штуковине. Опыта мало, ноги всегда в таком напряжении. Плюс я катаюсь на скейте, и для меня вообще непонятно, почему мои ноги стоят не вот так, а вот так. Типа, мол, как такое может быть? Но в целом очень, конечно, клево. Вода. Мне вообще показалось, что здесь вода, она, конечно, как будто бы теплее. Теплее, да, по-моему? Ну, мне кажется, да. Ну, ныряй. Да, здесь волны так мало, слушайте. Ну, клево. Ладно, давайте подплывем. Ребятки, я пошел вообще в такой аубанк. Набираем скорость вместе с вами. Просто. Перекидываем безло. Двигаемся. Тихо, жилет. Осторожно. Так, а где у нас буйок? Вон он. Вон он. Слушай, моя стихия. Я же Симбад на реке. О, давай. Слушайте, ну просто нереально классная история. Я попробую сейчас встать. Я надеюсь, не пропаду с экранов. Вот так вот встали. Весло по-другому взяли. И очень аккуратно, потихонечку, гребем. Блин, шатает, конечно, ее. Да. Нехило. Ты слышал звук? Это же дельфины были. У-у-у-у. Вот такой вот. А вот, смотри, там еще дальше дельфин есть. Вон там слева, видишь? Да. Смотри, вот. Приходишь, пока здесь тормозим. Сейчас посмотрим. Давай к этому подплывем. Слушай, ну это очень круто. Да? Да. И я об этом не стал. Ха-ха. Посмотрите, какой прекрасный вид за спиной. Так, мы сейчас подплываем к буйочку к такому, за который можно пристегнуться. Упс. Оп. Стоянно. А, ты привязался? Ну ладно, ну давай, что-то вот сюда просовывай. А, такое, значит, высовывай. А, вот сюда просовывай. В общем, вот мы вот этими, как они правильно называются? Креплениями как-то, не-не-не, они как-то шилд, шин, как-то так называется, не помню точно. Прицепились к буйку. Это нам даст, чтобы нас не унесла волна. Пока здесь можно просто покайфовать. Вот, надо было с собой даже взять дрон и попробовать полетать. Но, увы, я не стал рисковать, потому что опыта в этой штуковине мало. И то вот нам дали вот такую сумку, здесь набирается воздух, ее вот так застегиваешь. И если вдруг упадешь, то будет как бы все нормально. Абхазию не видно, облачно. Но горы, горы вообще великолепные. Отель Рэдисон, пляжи. Ну что, мы решили даже искупаться. Внепланово. Ты не рассчитывал? Нет. Преворачивал. Холодно? Да не, нормально на самом деле. Нормально? Так, а весло у тебя, да? Да. Да, а слушай, не, это, прохладненько. Фух. Так, как она сказала, вот так вот и вот так вот. Ну да. Фух. Слушай, вода заходит. Не, надо все, все равно, нет, сумку надо на себе оставлять. Ну его нафиг. Я надеюсь, туда вода не прошла. Не, ну вода на самом деле все равно в гидрике, она не ощущается. Ну, не так, но все равно, вот стало прям прохладно. А сейчас солнце печет. Ну, ты-то с головой, кстати, без головы, я начал падать и вспомнил, что у меня телефоны. Ну теперь можно и горять. Тихо, назад сядешь, опять обвернешься. Я сел на эту палку прям с задницей. Блин. Я перевернулся, там сильно назад сел. Я тоже. Начал. Ууу. Ну все. Теперь это. Пиум, пиум, пиум. Класс. Сколько ты говоришь, 11 градусов? Ну никуда. Да. Мне кажется, он здесь теплее. Всего за берега. Что, давай? Сплаваем? Куда-нибудь. Давай. Туда. Подальше уйдем. Давай. Пятый соединю. А, точняк. Сейчас волны нету. Можно по желанию приделать эту штуковину к ноге. Ну так, мало ли что. А теперь давайте вместе с вами уплывем подальше и поплаваем. Смотрите, мы, короче, прям в стае дельфинов. Один сейчас прям проплыл тут. Вон они. Как этот был близко. Блин, почему камера была отключена? Поплыли туда подальше. Вон они как далеко. Посмотри. Вон там аж далеко уплыли. Пошли. Слушай, да здесь вообще их тогда получается количество прям. Давай попробуем плыть, потому что они, как правило, когда на яхте, на яхте, когда плывешь, они прям к тебе подходят к носу. Давай. Вдруг подойдут. Я же эти гурьё звуки прям слышал их. Слышишь звуки от них? Да, да. Слышал? Смотри, смотри, он прям на нас идёт. Слышал. Да, 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 да. Дети, наверное, третят. Где вы, ребята? Давайте, покажитесь. Слушай, ну почему это прям вообще мечта была? Да. Так близко? Я ещё не могу. и вон они вон еще один вот он как он близко ничего себе вот он какой кайф ты гляди волосы и среди как плывет у тебя там да нас дельфины окружили со всех сторон там штуки 4 там вообще стая вон там плавают это что-то нереальное вот дельфин прыгает только ради этого нужно взять сап доску и попытать свое счастье увидеть дельфина в дикой природе ребята вон 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 прям по курсу они видишь вещи прям на нас идут аккуратненько вон они да они вон они но давай нам все равно нужно наверно в ту сторону где пляж что наш ориентир вон вон они вон куда уплыли ну что я могу сказать ускоряемся нам же типа все равно марика волна ну вот это вообще кайф нереальный конечно с дельфинами так встретиться да они повсюду и вон там они ну вон 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 смотри прям прямо смотри вон они вон там ребята глядите как они близко я как будто под тобой был вон там вон там вон там вау мы ждем еще подпыл катер может быть тоже кому-то хочет показать дельфинов но мы-то прям с ними прям вот рядом рядом были ухты а вон они ушли назад ухты сотри прям агай они прям рядом с тобой дельфины спасибо вам знаю где вы где вы под водой их вообще не увидеть не сливаются вон они почему же да то что они же плавают и быстро не то что мы на сапах вот они вот этот вот они да вот например за такое расстояние ооо смотри прям рядышком как мы близко с ними их тут очень много вы послушайте как они шипят вот Посмотрите, как они близко. Я в жизни не испытывал ничего лучшего. Ребята, это что-то нереальнейшее вообще. Мы вот так вот замерли на досках и вот они прям в округе нас. Какой кайф, какие могут быть дельвинарии. Вот, взяли сап-доску, заплыли в море и дождались эту красоту. Ребята, мы с вами подплываем сейчас к берегу. У вас есть возможность прям с моря оценить всю обстановку, посмотреть, как это. И сейчас мы будем выходить из воды. Это тоже непростое задание. Посмотрим, как у нас это получится сделать. Сейчас волна нас собьет. Небо, смотри поближе. Вот мы и приплыли. Погодили, волны не было, приплыли, волна есть. Фух, слушайте, ну это что-то нереальное. Пишите в комментариях, как вам наша такая вот прогулка на сап-бордах, стоит ли это делать почаще. Что мы покатались на этих сап-досках, это было что-то нереальное. Ну, вы сами все видели эмоции за тысячу рублей, но они какие-то нереальные. Классно. Возможно, нам просто повезло, и мы увидели эту стаю дельфин и просто залипли в этой стае, потому что это было одно из лучших моментов в жизни, что я вообще когда-либо видел. Это было нереально круто. Ставьте лайк, пишите комментарии, как вам, и увидимся завтра. в новом видеоролике. Пока.